Проблем на анапских дорогах предостаточно. Заторы в станице Анапской и на кольце в близ поселке Чимбурка, превышение скоростного режима участниками движения, рост дорожно-транспортных происшествий. За 7 месяцев зафиксировано 63 ДТП, в которых погибли 17 человек и 66 получили ранения. Пик аварийности приходится на выходные дни и понедельники. У нового руководителя уже есть планы решения обозначенных проблем. Если Анапское шоссе, это 5-й километр плюс 260 метров, это 4 дорожно-транспортных происшествия. Какие меры можно принять по снижению аварийности на данном участке автомобильной дороги? Если разделить данный участок дороги по две полосы металлическим барьерным ограждением. В станице Анапской построят подземный переход. В местах потенциально опасных перекрестков часы пик дежурит патруль. Профилактика нахождения на участках маршрутов патрулирования нарядов в очагах аварийности. Не там, где удобно работать, как все говорят, в кустах стоят. Мы не гонимся, у нас сейчас павочной системы нет, у нас нет выявления количества. У нас есть профилактика и недопущение нарушений. Особое внимание в сентябре пешеходным переходом в районе общеобразовательных учебных учреждений и местах массового пребывания детей. Проведены во всех учебных заведениях профилактические беседы, это 1 сентября. Сейчас мы первую неделю продолжаем выставляться, приближать наряды к каждой школе, в связи с тем, чтобы приучить наших водителей в дисциплине возле школьных, дошкольных и высших учреждений. Вадим Кудрюков считает, что эффективная работа может быть только с учетом мнения жителей курорта. Все предложения готовы выслушать и рассмотреть коллегиально. Мы открыты людям, мы всегда готовы выслушать приемные дни у нас каждый день. И доверие людей, доверие людей, и я думаю, у нас все получится. Вадим Кудрюков начинал службу в органах внутренних дел Российской Федерации с должности инспектора дорожно-патрульной службы. В 2011 году был назначен заместителем командира роты ДПС курорта, руководил ротой ДПС в Тимрюке. 17 лет службы – колоссальный опыт. На вопрос, комфортно ли ему самому в качестве автовладельца с 20-летним стажем на дорогах Анапы, Вадим Олегович ответил. Сегодняшний день вообще великолепно. Транспорта нет. А если вы говорите чуть раньше, летом, то есть затория ситуации. Почему я говорю, что первое, что я сюда пришел, я собрал рабочую встречу с командиром городского взвода. По сути, говорю, давайте что-то делать, регулировать. Понимаете, люди. Я вот, например, сижу с ним патрульно, проехать невозможно. В личном составе роты ДПС планируют провести незначительное сокращение кадров, но пообещал, что на эффективности работы подразделения это не отразится. Первые шаги по нормализации дорожного движения в Анапе уже сделаны. Светофор у речки Анапки разгрузил автопоток на Пионерском проспекте. Главная задача, которую поставил перед собой новый руководитель – сделать передвижение по курорту безопасным и комфортным.